Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Вудельна, Владимир Сметанин, Волна 101.0 FM. Сегодня работаем для вас. Да, всем здравствуйте. Ну, уже понятно, что сегодня не традиционная мужская пятница. Женщина появилась. Женщина появилась, да, Светлана Вудельна. Дело все в том, что Николай Голиков из-за хвори небольшой сегодня не может присутствовать в студии. Но мы надеемся, что в следующую пятницу он будет здоров. И мужская пятница, собственно, у нас возобновится. Ну, 8 марта это же день всех трудящихся женщин, поэтому я вот дружусь сегодня. Поздравляю тебя с наступающим и всех наших слушательниц, конечно же. Кстати, у нас сегодня в организации, я вижу, тюльпаны, да, повсеместно расставлены. Мне кажется, во всех сегодня организациях тюльпаны. Спасибо вам, мужчины. Да, идя сюда сегодня, я заметил, что мимозы продаются на улицах. По-моему, вчера начали продавать, впервые увидел. Не поинтересовался еще, сколько стоят, но что-то мне подсказывает, что не так уж и дешево они стоят. Ну что, переходим, да. Я хочу проанонсировать, оно очень хорошее мероприятие, которое будет уже завтра, 7 марта, в галерее Прогресс состоится арт-маркет, это весенняя выставка продажи дизайнерских вещей. Вы можете там купить, продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров, мастеров ручных дел и простых людей, которые туда придут. Вот, послушать музыку, посмотреть, какая выставка сейчас там. В общем, такое-то интересное мероприятие уже не в первый раз проводится. Поэтому, мне кажется, это хорошее место, где можно будет, кстати, купить подарок для мамы, бабушки, любимой женщины. Я предлагаю еще раз напомнить адрес галереи Прогресса, потому что часто слышу этот вопрос, а где она находится? Горького 5. Горького 5. Да, завтра, 7 марта, галерея Прогресса, арт-маркет. Ну, а что касается нашего сегодняшнего эфира, то вот какой расклад у нас. Во втором части у нас будет наисерьезнейшая тема. Мы будем говорить о соблюдении прав людей, которые по тем или иным причинам оказались в следственных изоляторах. Гостем нашей студии станет Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области, член фракции ЛДПР. Вот либеральная демократическая партия придумала некий проект по защите как раз-таки прав людей, оказавшихся в СИЗО. Подробности этого проекта и того, что будет делаться, уже делается. Возможно, мы будем узнавать во втором части. И, кстати, во втором части, слушатели, мы выделим несколько минут, немного времени для того, чтобы с вами, конечно же, обсудить 8 марта. У нас на сайте хакирова.ру опрос есть на эту тему. Я бы даже сказал, гениальнейший. Да, праздник 8 марта. Сдаемся мы таким вопросом. Нужно, не нужно, голосуйте на страничке ВКонтакте. Мы вас тоже об этом спрашиваем. Лично вы сможете к нам тоже позвонить. И, конечно же, захотите кого-то поздравить. Вот сегодня вы сможете это сделать прямо в прямом эфире. Ну, что касается нашего вопроса, там всего лишь два варианта ответа. Да, это хороший повод порадовать женщин. Нет, это пережиток советского прошлого. Вот так мы. А ты сам что думаешь по этому поводу? Ну, смотря ведь, как праздновать, можно, что называется, в зюзю, да, а можно так вот интеллигентно, культурно. Ну, ты же понимаешь, что в смысле какой. Ну, то есть очередной раз сказать женщинам, что они прекрасны. Ну, это безусловно одно из составляющих. Ну, опять нужен ли день обязательно для этого? Почему бы не говорить это, ну, когда на душу ляжет? Ну, ведь, насколько помнишь, сначала был всегда выходной день 8 марта, да, в современной России. 23 февраля не было выходного дня. Вот потом его сделали выходным днем, как-то уравняли мужчин. Ну, пусть они будут. А может быть, вы тоже думаете, что не надо отмечать праздники. Вот такие вот разделения по половому признаку, извините. Поговорим об этом, обо всем во втором части. Что касается нашего первого часа, после 11.30 одну из наших любимых тем мы собираемся затронуть. Полюбили мы ее. Да, гимн города Кирова. Дело все в том, что вот позавчера на официальном сайте администрации города появилась информация, что конкурс на создание гимна продлен еще на два месяца до 1 мая этого года. Сообщила администрация, что там больше двух десятков заявок поступило, вариантов, но ни один из них не устроил конкурсную комиссию. Почему? На связь с нами, я надеюсь, выйдет член как раз-таки вот этой конкурсной комиссии Наталья Поспелова. Поговорим о ней подробно. Ну и, кстати, вот заранее вам хотелось бы задать вопрос. Вот вам было бы интересно изучить, послушать все эти варианты гимна, да, высказать свое мнение, возможно, где-то проголосовать, если бы такое голосование было. Мы видели в эфире, была у нас такая тема, посвященная как раз, нужен нам гимн или нет, и тогда мы, слушатели, спрашивали вас, ну вот конкретно, нужен, не нужен. Было очень много звонков, так разделились, было даже как-то непонятно, все-таки не разобрались, нужен, не нужен. Вот эти вот варианты есть, хотите вы их послушать или нет, выскажитесь у нас в эфире 708-502. Да, чуть позже. Ну, а прямо сейчас наша тема следующая. В Кирове заработает национальное телевидение. Интересная такая штука, что это такое, в чем суть, смысл, как это все будет выглядеть, что, собственно, будет являться содержанием этого национального телевидения. Мы хотим поговорить с Вячеславом Тихоновым, руководителем и автором проекта фестиваля национальных культур «Вместе вяткой», директором компании «Яркий город». Добрый день, Вячеслав. Здравствуйте. Добрый день. Да, и, кстати, у нас еще вот один гость, сейчас я вижу, будет заходить в нашу студию, это, да, Элунар Гусейнов, член общественной палаты Кировской области и президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан» с цветами, Элунарона. Ой, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо. Да. Добрый день. Ну, собственно, да, мы уже озвучили нашу тему «Заработает национальное телевидение». Накануне на страничке в Фейсбуке, да, мы прочитали у Вячеслава как раз-таки информацию об этом, стартует наш новый проект «Телевидение дружбы народов», «Новости национальных общин и диаспоровятки на родных языках». Мы перевели первый выпуск на азербайджанский, таджиский и узбекский, и, конечно же, основная версия будет выходить, и уже выходит на русском. Ну, давайте по порядку, что это такое, что это собой представляет? Собственно, сам по себе проект представляет собой вот то, о чем мы с вами как-то говорили в одном из эфиров. То, когда некоммерческие организации, которые берут на себя ответственность и в партнерстве с органами власти реализуют какие-то проекты некоммерческие, да. Вот это тот самый, на мой взгляд, успешный опыт, когда, как вы знаете, у нас реализуется проект на грантовые деньги правительства Кировской области и администрации города Кирова. Это фестиваль дружбы народов «Местевятка», второй год он будет проходить. Вот и в рамках этого фестиваля мы решили, что мы можем сделать больше, чем просто фестиваль. И, зная о том, что существует некий информационный вакуум в плане новостей от национальных диаспор, общины и автономии Кировской области. Мы подумали, что почему бы нам не просто, не только освещать ход подготовки фестиваля, почему бы нам не снимать новости вообще в принципе о том, что происходит в жизни национальных диаспор и общин Кировской области. Именно здесь у нас. Да, здесь у нас, пока мы охватываем Кировскую область. И таким образом возник этот проект. Вообще, с Ленуром мы давно уже об этом говорили, давно к этому шли. И вот так получилось, что наконец-то назрело, и наконец-то мы поняли, что материала информационного достаточно для того, чтобы делать полноценные выпуски как минимум раз в месяц. Таким образом, что получилось? Мы снимаем новости, которые предоставляют, по информационному поводу представляют диаспоры Кировской области. Мы снимаем эти новости, монтируем, делаем единый цельный выпуск того, что происходило за месяц. Ну, конечно же, нам показалось это недостаточно. Это не совсем аутентично. Поэтому мы к этому добавили не просто русскоязычную версию. Мы перевели базовую версию на несколько языков. И, в частности, на данный момент это азербайджанский, это таджикский и узбекские языки. Ну, то есть телевидение, это все-таки громко сказано. Это такая программа. Ну, это такая программа, которая выходит пока в интернете. Итоги надежды. Итоги надежды, да. Мы все-таки надеемся, что будет большой телеканал. Мы сейчас общаемся с одним из наших информационных партнеров постоянно. Я чувствую, там вопрос-то висит, на каком телеканале, на этом можно будет все... Сейчас пока это в интернете, это делается для того, чтобы разбить некий информационный вакуум, который существует вообще в сфере национальных жизней, национальных диаспор. Потому что событий много, они происходят каждый месяц. Ну, и мы понимаем, что большим телеканалам не всегда с руки все это снимать. А аудитория все равно есть. Как мы знаем, в Кировской области переживает очень много представителей разных народов. Но в итоге это все равно будет в интернете. Пока это в интернете. Какой сайт? В Фейсбук и ВКонтакте этого достаточно. То есть человек... Он заходит в ВКонтакте, смотрит новости, да? Он может подписаться на эти все вещи и без труда найти. Первый выпуск-то уже готов. Первый выпуск готов, и он вышел... Сегодня мы загрузили выпуски еще на трех языках, то есть кроме русского. Поэтому он в свободном открытом доступе... В социальных сетях, как найти? В ВКонтакте у нас есть группа фестиваля дружбы народов и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. Там все выложено. Первый выпуск полностью готов к просмотру. Вы знаете, это очень интересно. То есть, соответственно, ну вот, наверное, за последние два месяца туда попали какие-то события. Январь-февраль. Да, ну и мы туда включили сводки, знаете, обзор самого фестиваля, который был в прошлом году, а также ход подготовки к фестивалю этого года. Как это все происходит? Кто снимает? У вас штат журналистов. Кто в качестве оператора? Нет, вы знаете, все же скромно. Мы все-таки не коммерческая организация. Все скромно. Информационные поводы нам предоставляет Диаспора, в том числе и азербайджанская, и ЛНУР тоже. А у нас есть видеооператор. Озвучиваю новости я. Уж извините. Кто монтирует это все? Монтирует так же все, очень скромно все. Сами все своими силами. Все своими силами, да. Наша цель сделать, запустить продукт для того, чтобы он появился вообще там, да. И мы считаем, что некий синергетический эффект, он появится, и он уже появляется. Но чем хороши социальные сети, можно просмотреть, а кто твоя аудитория, кто тебя смотрит, кому это интересно, кто реагирует. Уже посмотрели, реагируют, востребованы это. Вы знаете, вот спешил к вам на эфир, не успел посмотреть, но я знаю, что поделились уже, репосты сделали и так далее. Поэтому я уверен, что аудитория будет нарастать с каждым днем. К тому же у нас же есть подписчики из других регионов, и мы хотели бы обмениваться такой информацией с домами дружбы народов других регионов тоже. Поэтому, мне кажется, сама по себе идея, она хороша вообще тем, что новости выходят не только на русском языке, и это здорово. Луна, расскажите, пожалуйста. Какие информационные поводы, вот как сказал Вячеслав, уже предоставили, что освещено в этом выпуске? Да, я сначала хотел ползить случаем всех наших милых дам поздравить с праздником наступающим 8 марта. Света, тебя поздравляю. Спасибо большое. Счастья, здоровья. Да, Вячеславом у нас мы это давно уже крутили в голове, конечно, и благодаря Вячеславу нашим совместным усилиям вокруг дома дружбы народов, которого пока нет. И вокруг этого думаю, ладно, если нет дома дружбы народов, то что мы можем подать, мы это все сделаем. Не обязательно, что нам площадка будет, чтобы дом дружбы народов. Ну вот у нас фестиваль ежегодный будет проводиться в этом году, как Вячеслав сказал. Это один информационный повод. Какие подготовки идут, диаспоры что делают, будет сниматься оперативно, да, вот это все. И дополнительные, созданы там телевизионные дружбы народов. Я тоже вот репост сделал, в принципе, уже из Москвы даже звонят, интересно. Диаспора, вот есть такой всероссийский сайт, диаспораком. Они уже выложили нашу информацию, там просмотров очень много и всем интересно. Даже приглашают, что давайте переедем или переезжайте нам, покажите, как это все делается. Ну, я думаю, что информационного повода очень много будет, потому что накануне весна, праздники национальные, у всех там определенный диаспор. Ну, здесь же опять же мы не ограничиваемся только диаспорами. Какие общественные организации есть в городе Кирове, какие мероприятия будут, естественно, пожалуйста, приглашайте. Будем ездить со славой вместе, будем готовить и в эфир пускать, чтобы наша область прославилась, что общественная организация здесь очень активно работает. Ну, а то, что касается национальных диаспор, изначально, так думаю, что все равно надо в гражданской области формировать такую позитивную атмосферу среди национальности, проживающих, особенно в Кировской области. Их очень много, сами знаете, мы являемся одним из многонациональных регионов. Ну, я считаю, что вот сейчас уже многие диаспоры готовятся, им уже сказано. Вот скоро накануне будет праздник Наврузбайрам, это праздник весны, так как Нового года. Этот праздник отмечают все туркиязычные народы, в том числе и персиязычные народы. Это таджики, узбеки, также азербайджанцы, турки. Также вот памятные даты какие-то, вот недавно была у нас памятная дата, посвященная трагедии хуржаловским событиям в Азербайджане. Вот сняли, скоро будет тоже в эфир выходить. Ну, тут и культурные мероприятия, тут образовательного характера мероприятия. В том числе все мероприятия, которые, все события, которые происходят в Китовской области, среди там общественных организаций. Еще раз говорю, не обязательно национальный диаспора общественных организаций. Пожалуйста, будем это все снимать, какие поводы будут, вкладывать. И надеемся, уже договоримся с каким-нибудь телеканалом, может, какое-то время будут выделять нам. Вот, кстати, я недавно был у Климова, нового государственного инспектора. ГФИ по Кировской области, да. С ним обсуждали вопрос тоже, где обзвучал я, но славы там не было, конечно. Ну, я звучал, очень тоже им понравился, поддержал. И тоже обещал посодействовать каким-то по каналам, чтобы хотя бы какой-то определенный раз в месяц время выделить, чтобы национальные диаспоры общественной организации могли выйти там, свои интенсивы, все программы показывать, чем они живут, как живут, чтобы и гражданское общество видел, каким образом у нас сформированы общественные организации, ну, как называемые НКО. Вот таким образом. Будем стараться продвигать. Вячеслав, а вы в данном случае выступаете и как редактор тоже, да? То есть информационные поводы отсматриваете, говорите, вот это пойдет, выпуск это не пойдет. Ну, так скажем, что мы стараемся все, что к нам приходит, все информационные поводы освещать. Потому что, так скажем, что открытая структура, открытое такое мнение, мы все обсуждаем, пытаемся все освещать. Не думаю, что здесь у нас есть какие-то незначимые поводы, потому что если диаспора работает, действительно, если деятельность, жизнь НКО, как бы, она реальная есть, то повод действительно реальный, и он интересный всегда. Ну, кстати, я без труда нашел этот первый выпуск, вот как раз-таки группа, да, фестиваль Дружбы народов вместе в Вятках ВКонтакте. Продолжительный, 17 минут почти. Ну, вы знаете, есть о чем сказать. Это там еще не все. Да, это еще не все. И надо еще сказать о том, что, например, с 1 января изменился у нас закон о мигрантах, да, в Кировской области и вообще во всей России. И, например, тоже есть определенный вакуум, да, что людям делать, где получить медицинскую страховку, да, как лучше сделать. То есть патенты на работу. Очень много нюансов и информации об этом, как вы сами понимаете, людям, которые, например, ну, пока еще не очень хорошо говорят на русском языке, им очень трудно эту информацию где-то узнать, достать. И как раз вот телевидение Дружбы народов, вот этот информационный вакуум, немножечко такой вот этот барьер там, да, между людьми, которые пока еще не очень хорошо говорят по-русски, он как раз разрушает этот барьер. Это одна из миссий вот этого проекта. Кстати, кто и как переводил на азербайджанский, узбекский, таджикский? Да, я добавлю. Вот, конечно, у нас не совсем уж профессиональное телевидение, скажем, но можно там посмотреть, это все своим силами сделано, я думаю, что... Ну да, сделайте скидку. Мы обязательно посмотрим, потому что сейчас это невозможно в эфире сделать. Сразу же, да, чтобы сказать... Ну, я подписалась. Спасибо. Еще человек добавился. За каждого мы болеем очень сильно, так что добавляйтесь. Значит, диаспора, мы как раз у нас в общественной палате, как знаете, что создана, значит, рабочая группа по межнациональному и межкомнациональному сотрудничеству, да, и как раз там вопрос обсуждалось по Дому дружбы народов, еще раз повторяю, там по сайту дружбы народов, в том числе и как раз и с Лославой поговорили, давайте там на обсуждение поставим, и у нас и в рабочую группу входят председатели диаспор, общественных организаций, обсудили таким образом, решили, чтобы каждое взяли пока, потому что это общественное начало, мы должны показать себя, но поручили каждому диаспору, если у них какие события будут, мы едем, снимаем, конечно, у нас Слава и директор, и редактор, все. И диктор еще, подождите. Да, и он еще диктор, так что прибавляется дело. Волонтеры. Значит, каждая диаспора, если предоставляет нам информацию, в том числе на проект телевидения Дружбы народов, и они сами озвучивают на своем языке. Да, там у них есть приводчики, уже вот узбекистская диаспора озвучила, мы сами озвучили, значит, еще таджикская. Вот скоро временем, я думаю, что у армянской диаспоры какие-то мероприятия будут, если захотят, но это не принудительно, конечно, но есть желание, пожалуйста, есть приводчики, мы едем, снимаем, ну, а вы озвучивайте сами. Ну, а какие еще диаспоры войдут уже в следующий выпуск? Ну, мы расширяем постоянно, поэтому у нас еще чечено-ингушский язык не представлен пока, Дагестан, там у них очень группа большая языков, поэтому это не все так просто, как кажется на первый взгляд, вот, но так или иначе мы пытаемся расширяем некую географию, так скажем, виртуальную географию, и работаем с каждым выпуском. На татарском языке будет скоро. Ну, татарский язык, да, да. Мы не стремились в первую очередь перестать на татарский, хотя, вот, у Вячеслава, видимо, не будет проблем. Ну, да, может быть. Да, да, там нам Руслан поможет. Да, татары просто, они, большинство из них, которые проживают в Кировской области, они хорошо говорят по-русски, поэтому мы не обращали манюмина в первую очередь на этот язык, хотя, естественно, он обязательно будет в следующих выпусках использоваться, потому что, ну, есть правильная численность. Надеюсь, главное, не язык, не то, что перевести, а инфоповоды у них, у них тоже, наверное, что-то интересное происходит. Ну, без сомнения. Вот, и, конечно, мы, как только вот выпуск вышел первый, мы получили некую моральную поддержку от правительства Кировской области, от Департамента внутренней информационной политики, от министерства теперь уже там. Мы надеемся, что это сотрудничество будет расширяться. Более такой обширный вопрос задам. Илонуру, скажите, вот у нас представители диаспор, да, всевозможных национальностей, есть возможность национальное свое телевидение смотреть на родном языке? Есть, конечно. Сейчас, значит, технология очень развита. Я у себя дома сижу, конечно, я этнический азербайджанец, себя я считаю россиянином, но этнический азербайджанец, да, но, тем не менее, я сижу дома, там, азербайджанские каналы, немножко по-азербайджанско понимаю, но, тем не менее, смотрю там по спутниковым или там по кабелям телевидения можно подключиться, они тоже смотрят там, я думаю, что следят, что у них там на родине творится, какие мероприятия проводятся. И эти диаспоры также делятся своими мнениями, там, опытом, и здесь они очень активно работают. Я скажу, что вот за последние два года, конечно, я бы так сказал, статус диаспор очень увеличился в Киевской области, то есть они постоянно какие-то мероприятия организовывают, участвуют в различных мероприятиях, также организованы городом, даже в области. Вот в прошлом году мы даже организовывали праздник, значит, день рождения Мутницкого города, там сейчас город, да, вот туда даже нас вызывали, ездили, выступали, специально артистов приглашали, показывали свою национальную культуру, кухню в том числе, там у них такого рода очень понравилось, даже голова Амунтинского района, я помню, что по гармонизации междунациональных отношений перед губернатором Никитой Юрьевичем даже выступил, специально даже обозначил, что вот молодцы, там Азербайджанская диаспора очень активно участвовали, и населению Амунтинского это очень понравилось, да, таким образом создается такая позитивная атмосфера среди общества, что да, естественно, надо интегрироваться в другую культуру, чтобы оттуда для себя что-то взять, также посмотреть, интересно же, вот мне самому очень интересно, когда куда-то я еду, я обычно сразу же там в культуру вникаю, потому что я считаю, что без культуры нет нации, если культура есть, значит и нация живет, а если культуры нет, и нация пропадает, и из-за этого я всегда стараюсь интегрироваться тоже в культуру, у других народов, чтобы от них получать полезного, в том числе и показать свою культуру, у меня сейчас две культуры, это русская культура, азербайджанская культура, так что вот стараюсь тоже изучать всегда все изнутри, таким образом, но я думаю, что будем стараться повысить, значит, статус национальных диаспор, в том числе некоммерческой организации, чтобы они видели, такого же не было, что там сняли сразу, положили в соцсети, и посмотрят люди, какие мероприятия проводятся у них, я думаю, что вот в этом году как раз и с Вячеславом будем обсуждать, как раз может и гранты какие-то будем участвовать, как раз для специально по этой направлении, по информационной, для нас это очень интересно, мы будем заниматься, продвигать, пока есть возможность. Культура, национальные праздники, изменения в законодательстве, на что еще запрос есть у людей? Что могло бы освещаться в этих выпусках? Ну, там, мы стараемся, таким образом, основной культуры, праздники какие-то, чтобы пока народ воспринимал это, ну, конечно, проблематика есть у всех, скажем, учитывая сейчас экономические состояния в нашем регионе, в том числе Российской Федерации, да, ну, проблематика, пока от него отходим, но, тем не менее, стараться там позитивной такой атмосферы создать как раз на телевизии Дружбы народов. Ну, что касается проблематики, будете останавливаться только на выпусках новостей, или, может быть, другие жанры тоже, ток-шоу, еще что-нибудь? Ну, я думаю, что ведь ничего невозможного нет, мы же всегда куда-то движемся, надо ведь отметить, что вообще вот проект в таком формате именно, то, что выходит новости на русском языке, потом они переводятся, еще несколько языков дублируются и выкладываются там, да, таких аналогов вообще я не видел нигде в России, поэтому мы в этом плане пионеры. И я думаю, что и это дает нам право сделать, и географию может быть шире, может, мы когда-нибудь сделаем это для ПФО там, понимаете? Вот примерно так. А в других регионах нечто подобное уже есть? Нет. Изучали, нет? Нет. Мы же изюминка, ну, мы пока не видели, изюминка у нас первым... Я посмотрел, изучил, у нас вообще в России много там открыто домов и дружбы народов, но то, чтобы они снимали телевидение, дружбы народов, такого нет. С какой... Вы сказали, да, что уже беседовали с одним из телеканалов, да? Да. Какую реакцию, ну, там, предварительную получили? Всем интересно, ну... Денег хотят, денег хотят. Всем интересно, вопрос денег, вот и все. Ну, кстати, коммерциализация. Да, да. Как-то рассматриваете это, нет? Ну, я бы так сказал, что вряд ли это может быть основным источником финансирования этого проекта. Вот. Все-таки это некий такой, знаете, очень некоммерческий проект. Если мы сведем его к чистому рекламному решению, то, наверное, этот проект перестанет быть, так скажем, общественным. Объединяющим таким, каким-то нравственным, духовным. Конечно, мы там, мы рассматриваем, что частично это будет какое-то покрытие расходов, частично, но вряд ли стопроцентное. Вот. И вы спрашивали, о чем мы еще будем говорить на этом телевидении. Например, в частности, как мы сейчас понимаем, у нас в Кировской области очень активно и хорошо, по сравнению с другими регионами, развита система госуслуг. Вот центры, сервисные центры, мои документы и все такое там, да. И это тоже одно из направлений. Вообще, в принципе, как мигранты получить доступ к госуслугам. Да, вообще, как таковым, да. То есть, приезжают люди, им надо работать, им надо страховаться, они приезжают нередко с семьями, приезжают с детьми. И это все вопросы, на которые надо отвечать. Они перед собой ставят эти вопросы, кто-то должен на них отвечать. И мы понимаем, что система органов государственной власти, как бы она хорошо ни функционировала, все-таки людям очень важно знать информацию. И если она поступает к ним на родном языке, это упрощает для всех жизнь. Как и для органов государственной власти, так и для людей, которые хотят получить эти услуги. Вот примерно так. Следующий выпуск что, через месяц, да, уже? Ну, мы его начали снимать уже, да, мы начали снимать. У нас есть уже, как минимум, по-моему, два репортажа. Плюс у нас заседание рабочей группы 12-го числа, 12-го марта. К сожалению, я не смогу быть. Все равно без меня. Вот, потом у нас рабочая группа по межнациональным и межконфессиональным вопросам. У нас планируется выездное заседание в городе Малмыш. Вот, поэтому будем и там что-то снимать. Есть о чем рассказать, понимаете? Тем более, эти национальные праздники, вы знаете, это просто такая колоритная картинка. Просто будет супер. Давайте еще пару минут все-таки посвятим подготовке. Вот, да, вы сказали, что на фестиваль. А, ну да, да, конечно. На праздник плова, на фестиваль плова уже заявились. Да, у нас, как вы знаете, 13 июня мы делаем интересное мероприятие. Российский праздник плова в Кирской области. Этот праздник мы готовим давно. Но в прошлом году он был очень вкусный, очень такой аппетитный, яркий. И, несмотря на плохую погоду, мы получили позитивный такой фидбэк, хорошие отклики. Поэтому мы решили в этом году сделать его более масштабным и объявили, что на этот праздник могут заявиться кулинары вообще из других регионов. Это, кстати, тоже единственный проект, который будет реализоваться вообще в Российской Федерации, фестиваль плови. Праздник плова, да. Вячеслав говорил уже об этом. Да, то есть он есть в Москве, как таково существует. Ну, Москва, вы знаете, там, что не приведи, там, палку кинь, народ соберется, понимаете. Все-таки в регионе, если вы проводите это турнея, в том числе интереснее. Поэтому у нас сейчас есть заинтересованность и заявки из таких регионов, как, знаете, удивительная география. Например, из Стамбовской области, из Волгограда. Люди, вот, буквально вчера я переписывался с одним из представителей из Перми, у нас есть заявки. Ну, и понятно, что соседние регионы, они однозначно не останутся у нас тут незамеченными. Ижевск, там, Казань, Башкирия, Саранск, Южкорла. Ну, это как бы все рядом с нами, поэтому мы всех этих... Александровский сад, да, насколько помню? Да, да. Пока-пока предварительно, да? Да, да, ну, мы подали заявку. Сейчас самое главное понять, помещаемся мы там или нет. Вот, и как сделать так, чтобы все было хорошо, органично, всем хватило места и было хорошо. Вот, 13 июня, Александровский сад. Вот. Праздник плова. Праздник плова, да. Ждем всех. Да. Ну что, спасибо, да, у нас сейчас небольшой перерыв рекламам. Спасибо нашим гостям. Вячеслав Тихонов, руководитель и автор проекта фестиваля национальных культур Мести Вятка, директор компании... Сказали, дружба и народов. Дружба и народов, простите. Да, и Илонур Гусейнов, член общественной палаты Кировской области, президент Кировского фонда Азербайджан. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Переходим к следующей теме. И «Букет цветов». Третий участник нашего мероприятия. Кстати, действительно, вот Система Удельна рядом с «Букетом цветов». Можете заглянуть на нашем сайте hakirova.ru, есть видеотрансляции эфира. Букет красивый. Позавидовать. Букет очень-очень красивый, да. Ну что, в оставшиеся 10 минут предлагаем мы поговорить о гимне нашего города. Позавчера на сайте городской администрации появилась следующая информация. Конкурсная комиссия, в составе которой известны кировские музыканты, депутаты Кировской гордумы и руководство администрации города, рассмотрев и обсудив все 22 представленных на конкурс заявки с учетом совокупности критериев, не отдала предпочтения ни одному заявленному произведению, приняв решение продлить конкурс еще на 2 месяца, то бишь до 1 мая 2015 года. А что же так долго? 2 месяца еще слушать? Опять, может быть, не понравится ничего. Авторы, говорится в сообщении, могут направлять свои материалы по созданию гимна города Кирова в управлении культуры и администрации города Воровского, 79, кабинет 106. Ну, рядом с ЦУМом, как известно. Слушатели, спрашиваем у вас, хотели бы вы послушать все эти заявки, проголосовать, высказать свою точку зрения, нравится вам или не нравится? 708-502, можете позвонить. Да, вот интересно вам послушать. Вот мне, например, интересно. Мне тоже интересно. Мы, кстати, с тобой Игорь Русских слушали, а остальных не слушали. Игорь Русских – это кировский музыкант, композитор, который, собственно, и вышел с инициативой на городскую думу, с инициативой создания вот этого самого гимна города Кирова. Все это завертелось, закрутилось еще в декабре прошлого года. Вот что тогда говорилось. До 1 марта будет проводиться конкурс, финальный этап еще будет, в финал выйдут 4 лучших проекта, и вот как раз они будут размещены на официальном сайте муниципального образования города Киров для проведения общественного голосования горожанам. Но еще раз повторюсь, мне бы хотелось все послушать эти 22 варианта. Ну вот, на данный момент. Слушатели, да, что вы по этому поводу. И не только послушать, но еще и как-то высказаться. Да, мы бы хотели. Своё мнение как-то куда-то отправить или проголосовать. А вы, слушатели, как думаете, хотели бы вы тоже послушать, проголосовать? 708-502, свою точку зрения высказывайте. Пожалуйста, 809-720-101-0, номер для ваших смс-сообщений. Вначале только подписывайтесь. Да, сейчас мы поговорим с Натальей Поспеловой. Это председатель Кировского отделения Союза композиторов России, декан факультета гуманитарных и социальных наук Хавиатского государственного университета, член как раз-таки комиссии городского конкурса на выбор гимна города Кирова. Наталья Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас несколько вопросов. Хотелось бы узнать, кто еще, кроме вас, входит в эту комиссию? Достаточно широкий строительский круг общественных организаций, ну, прежде всего, профессиональной общественной организацией Союз композиторов. Кроме меня еще был композитор, собственно, я музыковед. Далее Союз писателей, Кировское региональное отделение. И менеджеры в сфере культуры дали депутаты и люди, которые ответственны за, собственно, принятие решений представителей администрации города Кирова. Извините, всех пофамильно я, наверное, не смогу назвать. Но сколько человек? Далее было достаточно много людей. Ну, сколько это? Десять, двадцать? Ну, не двадцать, где-то человек тринадцать, пятнадцать. Ясно. Что касается тех работ, которые поступили на конкурс, сколько их? Ну, вот двадцать два, да, уже мы озвучили. Двадцать два, верно? Да, двадцать два. Что это за произведение? И вообще можно ли это произведение назвать? Хочу сказать, что всего шестнадцать произведений носило целостный характер. То есть была представлена музыка и стихи. То есть музыка на стихи. Это были уже так называемые гимны в достаточно интересных и даже, я бы сказала, богатых оркестровых аранжировках. Хотя, собственно, этого не требовалось. А еще несколько вариантов, считайте, шесть вариантов, было представлено в виде стихов, в виде текстов. Соответственно, уже это не гимн, да, уже. Мы все внимательно прослушали и, соответственно, уже так детально обсуждали на комиссии. Слушали вы все это вот как раз-таки собравшись, да, все вместе? Вы знаете, у нас было домашнее задание. Мы слушали индивидуально и несколько раз, по нескольку раз. Наталья Ивановна, скажите, вам не понравился ни один вариант? Нюансы какие-то. Что вас насторожило? Ну, значит, знаете что, если касается моего личного мнения, то мне не понравился ни один вариант. Но удивительно, что комиссия была единодушна в том, что действительно на сегодняшний момент нет достойного варианта гимна города Кирова. И мне это было, в общем-то, достаточно приятно, потому что это не было мое волюнтаристское, единоличное мнение или мнение композиторов кировских, которые я представляла. Татьяна Ивановна, а вот с вашей точки зрения, вообще, в принципе, гимн нужен городу Кирову? Да, хороший, конечно, вопрос. Ну, гимн – это такой бренд, который, безусловно, если он есть, то это прекрасно. Но сочинить гимн, если вы вспомните историю, как отбирался вариант российского гимна, вы же понимаете, что не было предложено, вернее, не отобрано ни одного оригинального нового варианта музыки. Мы, собственно, имеем с вами старый гимн Советского Союза на новый вариант стихов. Это очень сложный процесс, это необычайно сложный, даже, на мой взгляд, сложнее, чем какая-то эмблема города, даже герб города. Вот это мое понимание, потому что здесь нужна очень серьезная, выразительная, плакатная музыкальная интонация. Нужны глубокие, серьезные, вместе с тем, простые, запоминающиеся слова, ну и так далее. Соответствие жанру, чтобы, слушая эту музыку, у людей возникало желание либо встать, либо спеть это все. Наталья Ивановна, вы говорите, что сложно найти вот как раз вот такой вот идеальный вариант, но вы не ответили на вопрос, нужен нам гимн или нет? Ага. Ну, гимн, в данный момент я бы не сказала, что он сильно нужен. Почему? Если хотите услышать мой ответ. Пожалуйста. Потому что мы живем в состоянии неопределенности имени города. Кто мы? Кировчане, Витчане. Вот это тоже такая ситуация очень деликатная, потому что в стихах, которые я читала, там и Киров, и Хлынов, и Вятка, и что мы, собственно, распеваем, какую идентичность. Вот это очень серьезно. В общем, размывание, на ваш взгляд, такое происходит, да? Да. Ранее появлялась информация о том, что заявки и работы уже присылали не только кировчане, Витчане, но и жители других регионов. Так ли это, да? Да. Откуда заявки? Ну, была Москва, был город Пельмь, вот это я то, что помню. Ну, в основном дальше кировчане. Конкурс продлен до 1 мая. А как, собственно, работать-то можно приносить? Обязательно приносить, либо по электронной почте присылать. Что это? Это электронный файл должен быть, или, не знаю, партитура, ноты? Все, что угодно. Все, чем обладает автор. Имеет он возможность записать? Это прекрасно, потому что мы имеем возможность тогда послушать, обсудить. Если есть партитура, ну, мы соберемся, сыграем, тоже обсудим. Поэтому администрация города Кирова, 106-й кабинет, это то место, куда приносят люди свои варианты, новые варианты. Ну, так. Ну, если в электронном виде, ну, соответственно, там, не знаю, на флешке, да, можно принести? Ну, конечно. То есть, получается, вот как таковых требований нет? Нет. Критерии прописаны в положении, все это есть на сайте. Авторы, которые включаются в этот конкурс, они знают об этом. Причем, как вы видите, конкурс охватывает не только кировскую территорию, но и другие города, и люди хотят идентифицировать себя с городом. Но это очень сложно. Мне кажется, нужно здесь жить прежде всего. Либо быть очень серьезным профессионалом, очень крепким профессионалом, хотя бы там композитором, или поэтом, или то и другое лучшее. Скажите, пожалуйста, а вот господин Русских, который, собственно, с этой идеей-то и выступил, он свой вариант представил? Он представил три варианта. Три варианта. Что порадовало, что не устроило вас в этих вариантах? Ваше мнение. Ой, ну, на частный такой вопрос я не хотела бы говорить, но не устроил этот вариант в комплексе по совокупности и наличие выразительной, плакатной, индивидуальной интонации и текста. Можно ли еще вот тем людям, которые уже подавали заявки, собственно, еще раз пробовать? Ну, что-то вот оттенило человека. Ну, вот был неправ, он поймет, и еще раз попробует. Ну, конечно. Были какие-то крупицы идеи музыкальных, которые не получали развития, например. Ну, я считаю, что это связано с любительским, как бы, к любительской квалификации или неквалификации авторов. Ну, и, конечно же, мы внесли предложение до 1 мая. Мы принимаем тексты гимна города Кирова отдельно даже от музыки, потому что профессиональные композиторы в один голос говорят, что дайте нам тексты, которые бы нас вдохновили, потому что, знаете, вначале было слово, и слово – это концентрат идеи, изюма, вот индивидуального такого начала, которое бы характеризовало образ города. Как, с вашей точки зрения, вот этих двух месяцев все-таки хватит для того, чтобы найти вот тут единственный? Ну, у меня есть сомнения на этот счет, но все равно вот с точки зрения, так скажем, демократичного такого отношения и интереса к этому процессу, он достаточно серьезный. Может быть, он останется открытым, я не знаю, комиссия придет к одному мнению, единодушному мнению или нет, это время покажет. Но все равно нужна идея, у нас сейчас вообще время дефицита идей, в том числе и в музыке, и в текстах поэтических, ну и тем более вот в совокупности такого жанра, как гимн города. Спасибо. Хорошо, конечно, иметь гимн города, но тогда нужно иметь и город, достойный того, чтобы у него был гимн. Это взаимный такой процесс. Прекрасное соображение, да. Спасибо большое, спасибо, что уделили нам время. Наталья Поспелова, председатель Кировского отделения Союза композиторов России, декан факультета гуманитарных и социальных наук, ВИАТГУ, член комиссии городского конкурса на выбор гимна Кирова. Кстати, вчера что-то меня заинтересовало почитать про город Петрозаводск. А я подумала, что на тебя осенило, ты решил написать в Петрозаводске. Нет, в Петрозаводске конкурс на создание гимна был объявлен в 2001 году. До сих пор пишет. В 2002-м он был продлен. Он продолжается до сих пор. То есть уже почти что 15 лет. Вот так вот. А мы вернемся скоро. Сейчас Дарита Пузлиева с новостями, потом тематические программы.